ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ХРИСТИАНИН Последовательный христианин верит в Господа Иисуса, говорит истину Господа, и выражает свою веру, совершая дела веры. В 2018 году Синди Джейкобс сказала пророчество. Бог дал нашей Церкви поручение стать вестником Третьей Пятидесятницы. Я считаю, что мы назначены быть посланниками или вестниками Бога для Третьей Пятидесятницы, потому что мы пережили Пятидесятницу. Мы люди постоянства, поэтому нам нужно говорить истину и поступать по вере. Это должно быть в нашем сердце, это должно быть в сердце и в уме. Поэтому мы говорим и поступаем, как свойственно говорить и поступать христианам-пятидесятникам. Вот почему нам необходимо знать, что мы христиане-пятидесятники. Пробуждение на Азуза-стрит назвали второй Пятидесятницей. Начиная с того времени и до сих пор движение христиан-пятидесятников выражено в трех течениях. Первое — это классические пятидесятники. Второе — харизматы. Третье — это неохаризматы. Таким образом, общее количество участников этих трех течений христианской религии составляет 698 миллионов человек. Это 27% всех христиан нашей планеты. Наша община является частью синода Индонезийской Вифильской церкви. Это классические пятидесятники. Об этом говорится в вероисповедании этой церкви. Учение о крещении духом — это черта классического пятидесятничества. Вот столпы богословия пятидесятников. Первое — это спасение. Второе — это святость. Третье — это крещение духом. Четвертое — это исцеление. Пятое — это второе пришествие Господа Иисуса Христа. Еще до сотворения Вселенной Господь Бог сделал первый шаг в деле спасения человечества. Он сделал спасение доступным всем. Бог призвал нас принять спасение через Евангелие. Мы приняли Его благодать свободно и по вере, потому что мы не способны спасти себя сами. Это дар Бога, и Он не отдел. Павел сказал, чтобы никто не хвалился. Мы поверили в Господа Иисуса и приняли Его как Спасителя. Мы покаялись и родились свыше. Опыт рождения свыше — это первый шаг в следовании за Христом. Библия называет этот Божий дар оправданием. Второй этап данного процесса Библия называет освящением. Я имею в виду, что Святой Дух Господа и Божье Слово очищают нас каждый день и постоянно. Разумеется, этот духовный процесс причиняет боль плоти. Цель этого духовного процесса — преобразовать нас в образ нашего Господа Иисуса Христа. Господь Иисус очень добр к нам. Он добр ко всем своим детям. Помогая проходить процесс освящения, Господь Иисус Христос крестит нас Святым Духом. Мы говорим на иных языках. Кроме того, Бог исцеляет и творит чудеса. Дело в том, что милосердный Господь Иисус всегда готов исцелять и творить чудеса. Мы нуждаемся во всем этом, идя по пути освящения. Ну и последний процесс на пути спасения Библия называет прославлением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, те верующие, которые преобразились в образ Господа Иисуса Христа, будут вознесены во время Второго пришествия Господа и Спасителя на облаках. Мы верим в то, что Его Второй приход произойдет внезапно и скоро. Бог напоминает нам истину из второй главы послания филиппийцам. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Далее Павел пишет, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Крещение Духом – это самый важный из пяти столпов богословия пятидесятников. На самом деле, это центральная часть всего пятидесятнического учения. Мы верим в то, что каждый верующий, который был освящен, способен пережить крещение Святым Духом со знамением говорения на иных языках. Главная цель – крещение Святым Духом – это максимально увеличить спомазание для нашего служения. У крещения Святым Духом есть две цели. Одна из них – это приблизить нас к Господу Иисусу. Вторая цель – это помочь нам исполнить великое поручение. Вот что сказал Сам Иисус в 12 главе Евангелия от Матфея. Мы прочитаем с вами 31 и 32 стихи. «Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком. Однако хула на Святого Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится им». Далее Господь Иисус Христос предупреждает своих слушателей. «Если же кто из людей скажет хулу на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». В этом контексте хула на Святого Духа также означает насмешки и издевки над его дарами. «Если вы не верите в языки, то не насмехайтесь над этим даром и не выступайте против него. Лучше молитесь еще больше». Есть люди, которые легкомысленно шутят о даре иных языков, а те, кто их слушает, смеются. «Если вы делаете это, то, пожалуйста, покайтесь и попросите Небесного Отца помиловать и простить вас. Святой Дух излился в Верхней Комнате в Иерусалиме две тысячи лет назад. Он помогает нам благовествовать. Это Первая Пятидесятница. Первая Пятидесятница была большой. За столетний период, благодаря этому, 70% населения всех жителей мира в рамках Римской империи обратилось в христианство. Вопрос. Мы исполнили великое поручение? И ответ? Нет. В 1906 году тот же самый Святой Дух излился на Азуза-стрит. Это событие назвали Второй Пятидесятницей. Она была масштабной. Согласно данным, полученным богословской семинарией Гордона Конвелла, почти 78% современных христианских течений и движений были основаны в начале 20-го столетия. Я имею в виду то, что они начались с излияния Святого Духа на Азуза-стрит или со Второй Пятидесятницы. Поэтому на вопрос, исполнили ли мы великое поручение, мы можем уверенно ответить – нет. По этой причине в наши дни Господь и зальет от Святого Духа в большей мере, чем сто с лишним лет назад на Азуза-стрит. Это будет Третья Пятидесятница. Я верю в то, что через эту Третью Пятидесятницу великое поручение будет исполнено, и Господь Иисус вернется. А вы готовы исполнить великое поручение? Если да, то давайте вместе скажем Господу, «Излей свой дух и огонь Третьей Пятидесятницы». Помоги нам исполнить великое поручение. Маран Афа! Приди, Господь Иисус! Давайте петь эту молитву вместе. Продолжение следует... «Излей, Господь, излей своего духа, наполни Твоих детей духом, наполни их, Господь, и дай нам силу исполнить великое поручение. Принимайте этот дар от Бога. Принимайте, Господь, Ты видишь Твоих детей. Господи Божий, я верю в то, что Ты обеспечишь их. Ты защитишь их во время пандемии. Отец, я молюсь о них. Пусть никто не заболеет среди них. Пусть не будет тех, кто в нужде. Обеспечих всяким благословением обильно. Принимайте это благословение. Принимайте защиту, принимайте Его охрану, принимайте благословение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok